Здравствуйте! Я Лариса Бузеева в Афире. Давай поженимся программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас невеста и три жениха. Профессиональный спортсмен Михаил, столичный музыкант Вадим и бойцовый тренер Игоря Невесты у нас Марьяна. Давайте знакомиться. Здравствуйте! Я экстремальный и энергичный человек. Я люблю мото и музыку. А со мной сегодня мои друзья Данка и Гарина. Марьяна. 32 года. Швырнула деньги в лицо поклоннику, когда он хотел купить ее ночь, выбросила ключи от дорогой иномарки, подаренной им. Но внезапно влюбилась в него, а он исчез. Марьяна – знаменитый диджей бензина. Снималась в клипах Филиппа Киркорова. Была танцовщицей «Гоу-гоу», победила на чемпионате по мотогонкам, предупреждает, что может исчезнуть в любой момент и не вернуться. Марьяне не нравятся курящие мужчины и маменьки на сынки. Выйдет замуж за темпераментного спортсмена с чувством юмора, который позволит ей заниматься любимым делом. Что скажешь о Марьяне? Ну, обычно лет в 14 каждый человек переживает период самоопределения, когда хочется быть непохожим на других, когда хочется любить, но и отставить свою свободу, свое увлечение. И есть люди, у которых этот период затягивается на всю жизнь. Это люди, безусловно, водолеи, особенно женщины-водолейхи. И это более того, водолеи с выраженным ураном. С выраженным ураном? Не ощущаю тебя подростком, когда болезнь? Радиоактивный какой-то. Да, да, да. Самая страшная критика для женщин такого типа, как вы, это сказать, что обычная, классическая, нормальная девушка лучше всего вас поощрит, если мы будем говорить о том, какая вы уникальная, необычная, выбивающаяся из ряда вон. Я люблю женщин-водолеев, они необычные, мне кажется, они очень разнообразят нашу жизнь. Мне очень волосы нравятся красивые. А мне татуировки нравятся. Хоть и я с такой женщиной жить не буду. Да, татуировками. Ну, Вадим, мне кажется. Вадим будет. Необычная у нас, собственно говоря, сегодня невеста. Вот, гляжу, конечно, красавица, но возраст не детский, увлечения какие-то вообще непонятные, не девичьи. Рус. То у вас машина с мёртвыми скосами разрисованная, мотоциклы. Ой, не знаю, вообще не напугаем ли наших мужиков. Ну, попытаюсь сегодня как-то пристроить вас. Мария, ну, кто именем таким наградил? Родители или сама вот себе придумала? Нет, это мама с папой, я сама из Архангельска, Архангельская область, это Онега. И там у нас это известно, то есть у моряков это название ветра северного, непредсказуемого ветра. Это когда штиль, и внезапно этот ураган появляется моряна. Мне кажется, ей нужен какой-нибудь байкер. Ну, конечно, да. Вот, чтобы человек такой, который будет восхищаться всем её безобразием. Или какой-нибудь папик, или папик. У вас такие были две очень интересные истории, любовные. Расскажите. Вот первая, с которого он швырял деньги, машины дарил. Нет, это грубо сказать, что он швырял. Вообще там такая история была. Мне нравился его друг. Я была влюблена в его друга. На этого человека не смотрела. Друг его красавец, высокий, два метра, чёрненький. Ну, прямо... А этого к Вазимоду я даже не замечала. То есть, ну... Ну, красавец не будет сорить деньгами и дарить машины. Ну, вот я была помешана на... И мы так хорошо, видите, с женщинами. А страшненькие они чем должны? Вот, расскажи. Знаете, а вот как раз-таки потом для меня это был и Алан Делон, и Брэд Питт, и всё на свете. Нет, ну, сначала это... Ну, сначала не замечал этого человека. Вы знаете, пока он не исчез. Северные женщины, это, конечно, вам... Ну, вот она похожа на финку. Угра-финку. На угра-финку похожа. Насчёт денег. Он это как сделал? Он когда в конверте дал деньги, и потом в дальнейшем он сказал, что если бы ты взяла, то у нас была бы одна ночь. После этого... А в конверте дал после чего? Или как? Вы пошли в магазин за колбасой? За ночь, нет. В клубе подошёл и предложил. Говорит, на тебе, Марьянка, вот котлету дай. Знаете, вообще, что так и было. Ночь любви хочу. Да? Да, так и было. Дурак, что ли, трезвый был? Павел, минуточку, минуточку. А сколько же конвертий было, чтобы вы порвать смогли? Я не посчитала. Нет, я достала, посмотрела. Ну, жалко было. Пачка-то хорошая была? Разорвала, конечно, потом переживала так. Да, и вы думаете, вот прямо сейчас я конвертик возьму, я жизнь его заберу через какое-то время. Мне кажется, что вообще нормальной девушке, если у ней такой стержень есть, как императрица, она там чувствует себя породной, не подойдут люди, не предложат денег тебе, пойдём переспил. Следующим был уже подарок машины с бандитами. Да. Но у меня была своя машина, но так как с этим человеком у меня ничего не было, я переживала, что за это он уже как-то расплатиться будет. Так а когда сломались? Вот когда машина запылилась, и я поняла, что мне не хватает, когда я появлялась в обществе, я видела, кто мне нравился, сначала вот друг, и я поняла, что мне что-то не хватает, какого-то фырканья. Где-то фыркнуть, больше что-то порвать, ещё что-то получить, может быть, даже. То есть я поняла, что мне что-то не хватает. А на самом деле, когда я просыпалась с подушкой вот так, я понимала, что... Ну, у вас хоть раз было с ним что-то? Нет. Есть женщины, которые такие монстры, всё, на своих плечах вынесу, а потом... Да, мы такая баба. На самом деле, им хочется вот просто лечь на коленке и делать. И плакать, и долго плакать. Да. И более того, скажи, когда он появился, и в микрофон вот сказал, я люблю тебя вот в клубе, я даже вот не глядя, я поцеловала, вот тогда я поцеловала, обнимала этого человека и поняла, что я люблю. То есть он вам признался в любви во время вашей работы, да, когда вы танцевали? Да. Гоу-гоу. Твоя жена, где-то где ваша жена? Вот она, на мочке, он на заднем проехал, вот, вот моя жена. А где? Она в клубе играет, там, до шести, это, шести утра в клубе играет. Да, что это за жена-то? А от других мужчин брали деньги? Никогда нет кого-то. А от Филиппа Киркорова? Деньги? Он тоже чурял вам это? Нет, это с ним была другая история. Нет, 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 нет. Филипп Киркоров ее снял на Невском проспекте. Я снял. В смысле, сфотографировал? Едет он на своей машине. И не сфотографировал. Нет, снял, не сфотографировал. Снял меня, да? Да. Рассказывайте, едет он за вами на машине, а вы впереди... На самом деле была история такая. Это был солнечный день, день рождения Филиппа Киркорова. На Невском я ехала на своем, на три шестерки, гробы, кладбище. Ехала встречать маму на вокзал, а он на своем лимузине. И он говорит, обгоните этого, я не знаю, наркомана или что. Это у меня день рождения, у меня концерта, что это такое? Как он потом рассказывал. И он обгоняет, смотрит, а там вот это кудрявое существо. Я смотрю, а для меня же я только что вообще приехала из деревни. Как это? А, Филипп! Здравствуйте. Да-да-да, я верю, про деревню. Марьяночка, это знаете, заученные такие истории, они хороши для журналистов. У меня заученные, потому что я много рассказываю. Конечно, и поэтому я-то не верю вообще ни во что, начиная с имени. Глазаниха, станция Глазаниха, сейчас скажу. Хорошо. А Нежский район. Это там, когда из деревни уезжаешь, что председатель колхоза дарит такие машины с гробами, да? Нет, это я уже в Питере. Во-первых, я уже работала с 11 лет. Да, и вы, конечно, не были никакой недеревенской девушкой, вы уже все про себя знали. А, Лариса, я вам сейчас могу рассказать, как я картошку, вот то, что сейчас продают картошку, почему не ем? Потому что, да, какашечку сначала надо было положить, потом картошечку положить, потом это все нужно было земелечкой, а потом еще окучивать и так далее. Да я в это верю. А я имею в виду на момент встречи с Киркором, вы, конечно, все уже про себя понимали и знали. Имидж у нее уже понятно, все, она не в России. А мне нравится то, что она не в России. Но, да, но говорит она, у нее говор, вот слышу, что Русь-матушка. Слышу, север. Я попала в Питер случайно, я, во-первых, честно скажу, да, я занималась нехорошим делом, я угоняла автомобили, потом занималась их тюнингом и продажей. Ну, гоняла недолго. Ой, ну ладно, ладно, гоняла, денечка-то была? Ну, конечно, я зарабатывала, я тренер. Вы раскаялись в этом своем бандитском бизнесе? Ну, это не бандитский, там все, слава богу, нормально, с этими людьми потом, ну, они удивлялись. Спасибо, что вы посадили. Все хорошо, и никакой бандитский, я, в принципе, такой человек, я работу не боялась, я многогранный человек, я работала и продавцом, и детский сад красила, и секретарь. Молодец, так вы познакомились с Киркором, даже снялись у него в клипе, дружите до сих пор? И увидимся, поздоровимся, всегда вспомним это время. Как говорил Чарли Чаплин, нужно, чтобы полюбили обнаженную душу, перед тем, как полюбит обнаженное тело, поэтому, быть может, она именно это выбивает. А вы, кстати, зачем снимаетесь голые в этих, в срамных этих журналах, может, срамных? А кому же еще и снимать-то, родственники, таких девушек? Роза, я вам скажу, это я сама себе мотиватор, вот я сфотографирую, мне самое главное, что моим родственникам это нравится, близким, и самое главное мне. Более того, я вот так вот саму себя любимую повесила. Конечно, а в деревне обоев-то дефицит, поэтому вашими фотографиями обклеить все деревенскую измушку. Нет, какая деревня, раньше были у нас, помните, еще по, и когда домик перевозили, там еще номер у каждого столбика был, так что у нас они даже без обоев были, у нас столбики вот такие. Поэтому самое то обклеить дом. А вот правда, кстати, Лариса, голая не голая, видать, денег-то там гребет, помимо того, что там Машеньки, Лариса, угонял, сейчас, надеюсь, не угоняете. Нет, да что вы, спасибо, я уже на это заказала. Неплохую машину, мало ли, скажите, где вы не ездите, я там ездить буду. Но мне про другое, вы зачем эти три шестерки на своей машине в качестве номера? Я скажу. Три шестерки, это, знаете, как вызов такой. То есть вы меня, значит, визуально воспринимаете, не знав еще меня, три шестерки, она сатана, а не познакомившись со мной. А вот видите, так тоже Киркорф, он же тоже, обгоните этого салону. А познакомился-то, и мы еще с черепами, ну точнее яйца-то били эти, на пасху. Она совсем не такая, как она хочет себя показать. А зачем показывать себя не такой? Зачем? Это очень часто женщины делают. А зачем? А вы вот какая сами с собой? Вот, знаете, как я недавно фразу сказала? Вот там как-то мои подруги сказали, господи, как ты с ней общаешься, как? Я говорю этому человеку, а вот я сама с собой живу, вот вы меня пожалейте. Вот такая, вы знаете, я, наверное, сама с собой... Это надо женихов наших пожалеть, да представляешь, вон, что написали-то про тебя. Нужен жених, который будет воспринимать, вот у вас семяшу что-то в голову, раз, и ушли куда-то. Да мужчины любят таких веселых, задорных. Здравствуйте, но самое главное, Василис, и не вернулась. Кому же такая жена нужна? Ушла куда-то, помнишь, как ты говорила, ушла за хлебом. В июне, в сентябре пришла беременная, да? Роза, вы не хотели бы сыну? Нет. Подожди, давайте я вам скажу. Я стеклала приготовления в пищи, раз. Я секретарь-машинистка, два. Я тренер, три. Я зарабатываю четыре. Ты, конечно, красивая девушка, красивая, но у меня сыночек молодой, 23 года. Да мы ж с тобой, я ж тебя убью просто-напросто. А почему? Либо ты меня убьешь. Она и не сватается с твоего сына. Она научится, может, на мото. Чему она его научит? А давайте мы с тобой пришли за родиного сына. Нет, я спросила, разве против вот такой? Против, я против. Это вы, а сын? И сын против. Марьяночка, хорошо, чего хотите? От брака. Вот просто чего хотите? Вот честно, вот... Потому что я так понимаю, что вам хорошо самой с собой, с друзьями, с товарищами. Правда, да. Потому что понимаете, что брак это совершенно отдельная история. Вот есть жизнь до брака и после брака. Это, как говорится, две большие разницы. Согласна, поэтому никогда не рассматривала. И, наверное, даже есть какой-то страх, а как это я с одним человеком буду? А как вот этого не будет? Я не скрою, это у меня есть. Но я безумно люблю детей и, в принципе, мужчин. У меня только хорошие отношения. Вот понятно. Значит, вы хотите замуж для того, чтобы родить ребенка. Это правильно. Нет, вот почему? Опять же, конечно, мужчины здоровы. Когда кого-то руки-ноги сложить, иногда поплакаться, и тот же мотоцикл, чтобы не я колеса меняла и в машине то, что я делаю. Хочется, конечно... На какие жертвы вы можете пойти ради любимого мужчины, которого будете очень-очень любить? Ну, он может вам сказать. Марьян, уже все в твоей жизни было. И на мотоциклах гоняла, и у тебя любовники были, и всякие истории. Я никогда не была любовницей. Ну, а кем вы были? Правда. У меня и понятия, и принципы, и до сих пор, видимо, потому что я эгоистская, я никогда не была женатым мужчиной. Молодец. Вот он скажет, Марьяночка, хочу детей, боюсь за тебя, дорогая моя, потому что мне твое здоровье и твоя жизнь важны. Я пойду на жертвы? Важны? Пойду. Ну, для жены-то она не подходит. Так вот, где-то, сходить, человеку с ней, правильно? Появиться где-то. Знаете, как мне сказал последний мужчина? Он сказал, так здорово, что в тебе ты еще и другом можешь быть. Вот это, наверное... А почему расстались с ним, если он так вас понимал и принимал? Нет, у меня со всеми все хорошо. И у меня нет даже такого, я кого-то просил. А почему не выходили замуж не из-за одного дня? Я, во-первых, никогда этого не понимала. Вот что такое выйти замуж? Вот, а сейчас просто хотите замуж? Или тоже? Нет, ну, почему нельзя так же... Ну, давайте предположим, как будто мы муж и жена. Мне вот этого нет, вот этого... Марьян, у нас называется... Да, хочу замуж. ...передача, да, давай поженимся. Давай, как будто это уже все было. Как будто уже вы хотите замуж. Я хочу замуж, да. Ну, мне кажется, она вообще для мужчины, для любого чужая. Мне так кажется. Не поверите, но я так чувствую. Я не ошибаюсь. А себя представляете, вам сейчас 32 года, а в 42? Представляю. Чем будете заниматься? Я всегда буду спортом заниматься, так же, как сейчас тренирую детей, взрослых. Это всегда при мне будет. И я знаю, что я стимул этим даю очень многим. Молодец. Марьяна, вы принципиально, чтобы мужчина не курил? Да. А если все будет в нем устраивать, но будет курить, например? Уже проверено. Мне, я, видимо, к запахам очень... Уже проверено. Нет. И более того, мужчину вот... Да он кинет. Ну, поработать надо с ним. Поработаем. Если что, вы думаете, у меня малолетки, взрослые мужчины... Вот именно, я всегда, казалось бы, я убедилась, что мужчина в любом возрасте, он остается ребенок. И мужчина в любом возрасте, мы женщины, мы как мамочки. Даже я, там, в 32 и вот в 42, он готов, если он влюбляется, и слушать, и поработать. Не все сразу же, тем более, как переделать человека взрослого. И если я вижу, что он готов... Хорошо, а кроме сигареток? Кроме сигаретного запаха. Что еще в мужчинах терпеть не может? Ну, хорошо, про запахи поняли. А что еще неприемлемо абсолютно для вас? Да, он должен быть в свободе, не должен быть женат. А что значит неприемлемо? Вот честно, у меня есть такое, что если меня он принимает такой, значит, если я с ним, значит, мне уже все приемлемо. Вот как... А с другими... Кроме алкоголя и сигарет? Ну, честно. Это хорошо, а с каким вы будете? Кого вы сочтете своим, а к кому не подойдете? Он будет простым, клевым парнем, учитель физкультуры. Все может быть, если в нем вот это вот харизма, он у меня так... И мы с ним... Почему бы нет? У меня были, у меня постоянно спортсмены, вот именно у меня всегда спортсмены. То есть хотите любви? Да, конечно. Это здорово. Ей две косы запрести, вот такой сарафан с лаптями. Мне кажется, очень-очень... Прямо действительно русская женщина. Да при таком приданном, как у нее, она работала-заработала. Три машины, два мотоцикла. Да она хоть косая, хоть кривая, хоть рокерша, хоть машина с черепами, шестерками и так далее. Любой пойдет, собственно говоря. Так что сегодня я по принципу буду деньги к деньгам. Я ее как мать не представляю вообще. Я думаю, что она бросит просто, вообще все сразу. И ребенка бросит, и мужа. Сложно вам самой определиться, потому что вы человек тонких ощущений, и вас человек не только курением может спугнуть, но даже косым взглядом неправильно брошенным. А с другой стороны, вы представляете себе мужчин как суровых существ, которые должны быть брутальны, выдержаны. Действительно, это такой тип, если не спортсмена, то очень серьезного... Например, папочка, у меня папа не стала рано. Нет-нет-нет, не папа. Вам точно не нужен мужчина возраста очень зрелого. Но вы себе мужчин представляете как серьезных, а они обычно к эмоциям, к сантиментам не склонны совершенно. Это путь вечно страдать. Либо выбираете того, кто кажется подходящим сразу с первого взгляда, но тогда он вас потом душевно не устроит. Либо выжидаете, всматриваетесь и готовьтесь полюбить то, что есть рядом. На самом деле, есть несколько ходов, но получается, что вот сразу ваше живое чувство и правильный образ мужчины, они не сойдутся никогда. Поэтому сегодня женихов сразу не отталкивайте. Нет-нет-нет. Попытайтесь присмотреться. Но вообще говоря, в жизни вам нужно отказываться от того образа, который вам, естественно, навязывается средой. Вот если кажется, что мужчина такой серьезный, правильный, вроде с деньгами, вроде как бы подходит под ваше представление, под ваши образы, скорее всего, он не будет удовлетворять каким-то тонким внутренним пожеланиям. Нужно смотреть на других мужчин. Простых, правда, не берем. Мне с ней общаться будет очень легко. Как-то вот она общительная, располагает. Найдем общий язык. И все. И уедете в Архангельскую область. Если они начнут раскрываться, то там уже можно будет посмотреть действительно. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оставайтесь вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» на студии Марьяна. Идите встречайте первого жениха. Удачи. Приветствую, Михаил. Я очень рад за знакомство с тобой. Привет. Здравствуйте. Спасибо. Она, во-первых, самая засверкала. Она очень хочет понравиться всем на свете. С кем вы пришли, Михаил? Я пришел с своими друзьями Антон, Павел. Очень приятно. Как братья. Давайте на вас посмотрим. Михаил, 31 год. Представитель технического надзора в строительной компании. Имеет высшее медицинское образование. Профессиональный футболист, хоккеист и боец. Мечтает завоевать Кубок Чемпионата Мира по американскому футболу. Михаил влюбился в жену своего лучшего друга. И после ее развода у них начался роман. Но тут он взглянул на нее по-другому. Надеется, что Марьяна та женщина, которую он искал. Брутальный, наверное, мужчина. Ой, сложный. Его еще и никто из женщины не думал затаскивать в клетку под названием брак. А он уже внутренне кричит. Свободу попугаем. Освободите. Хочу свободы. Мужская натура, которая интересуется только собой и своими амбициями. Женщины тоже являются предметом живого интереса, но непродолжительного чаще всего. Это тот мужчина, которому нужно бесконечно... Вечный любовник, что ли? Иногда, да. Или мужчина, который женится и вечно заводит любовниц себе. В тайне от жены. Но я тоже иногда в каких-то общественных местах говорю на Игоря, что это мой брат. То есть в этом смысле... Но у вас высокие отношения. Как бы вот он и женат, но не очень, да? То есть всегда вы себе лазеечку такую... Да, это один из вариантов реализации вот этого аппекта. Ага, гуляка, короче. Гуляка, гуляка. Ой, гуляк, не гуляка, а что, парень хороший. Парень нормальный. Парень нормальный, да. Гуляка, парень нормальный. Гуляка нормальный, парень хороший. Как раз ей подходит то, что да, вместе гулянки, пьянки. И с хорошей московской семьи, как говорится, с хорошим образованием. Медицинская всегда в семье. Медицинская, значит, и защитит, и полечит, если надо. Дыхание рот в рот. С языком. Понятно. Это будете практиковать, Марьяна. Ну, у него глаза добрые. Глаза у него добрые. Да, мне кажется, он такой... Но обмануть можно. Миша, скажите, как можно было влюбиться в жену друга? То есть я понимаю, что это возможно. А рядом больше никого не было? Все само собой произошло. Вот как прямо на свадьбе, когда кричали горько, вы это воспринимали буквально и лезли к ней целоваться? Или как? Нет. А она лезла? Проясняйте, все так бывает, кстати. Ну, Михаил бросается. Нет, все было, как бы мы взглянули друг на друга после их расставания. А до свадьбы ни сном ни духом? До свадьбы мы вообще не симпатизировали друг другу. Только как-то вот после развода... А в глаза? Нет. Такой же фантазер, как и Марьяна. Я понимаю. А потом вот прямо штамп появился. Не, ну я понимаю, смотрят сейчас программу, и вы не хотите. Товарищи все-таки есть товарищи. Нет, у меня... Ну хорошо, давайте будем считать. Больше нету друга, да. Пришел, увидел, победил. Высокий Наполеон. Здоровый Наполеон. Пришел, увидел, наследил. Два с половиной года у вас с ней были отношения? Да. Что мешало вам довести ее до ЗАГСа? Был молод, как-то были другие приоритеты в жизни. Думал, что еще вот надо чуть-чуть, но подождать. Нет, значит, не любили. А она настаивала, как-то уже подводила вас к тому, что хорошо бы в конце концов? Это постепенно, да, начиналось. То есть сначала это были тонкие намеки, потом недвусмысленные намеки, потом уже как-то начали выкручивать... Что-либо вы сейчас придумываете какую-то историю, избегаете, либо на всю жизнь с ней. Либо как бы да. Женщины, если вы сейчас смотрите телевизор, у вас есть любовники, которые говорят, ты уйди от мужа, она тебе женилась. Ну вот, пожалуйста, пример. Не женится практически никогда и никто, за редким исключением. Добрый, добрый, а все равно есть что-то какая-то червоточина, червоточина. Вот перед вами сидит такая девушка Марьяна. Отлично. Шикарно. Вы можете соревноваться по количеству татушек на теле, например. Восемь. По площади еще. Я думаю, что победили. Я думаю, что по площади, потому что у меня их не восемь, а явно меньше. У меня просто там площадь еще закрыта одна, то, что ниже... Давайте посмотрим. Нет, подожди. Подождите, Павел. Не так сразу. Рано. Мишень. Да. У нас вот целый автопарк. Пять машин и мест. А у вас в приданном почему-то восемь шлемов. Да. Проще вопрос. Задай, есть ли у него деньги, потянет ли его Марьяна. Ну да, у нас так огородами-то. Пять. Ну я ж не хочу прям так обидеться. У нас тоже есть машина, мотоцикл, тоже катается. Куда привезешь? Ну вот мы про что вам и говорим. Просто нас пытаются удивить автопарком. Да не говорите. Я... Я... Да, нет. Вот мне вот вы ездите на мотоцикл? Да. Вы любитель или... Я любитель. А вы готовы в пустыню? Стать профессионалом. На мотоцикле? Готов. Вот, я понял. Она, видимо, укололась несколько раз так серьезно. Перед передачей? Стала альфа-самкой, а потом уже с возрастом все равно доброта вылезла наружу. Квартиры есть у вас? Есть. Зачем? Дом их ветер, а крыши их солнце и небо голубое. Что правда, то правда. А деток хотите уже начать рожать? Вот от такой мамы татуированный. Так отлично. От такого папы. От такого папы нормальный деток. У нас дети уже татуированные будут. Так отлично. Он внешне, да, есть соответствие. То, что он говорит, ему надо думать, что он говорит. Дети в голове. А скажите, а вот то, что ваша девушка на мотоцикле будет ездить, и в любой момент она может, ну, мало ли что на дорогах происходит. Или вы будете все-таки отговаривать свою девушку? Думаю, что я не буду отговаривать. Потому что в какой-то момент, может быть, когда уже пойдут дети, может быть, где-то в голове у нас что-то прояснится, и мы закончим с этим безумием. А вы видели, как Брэд Питт ездит? Брэд Питт купил наш Иш с коляской, в колясочке детки. Ты прям загнула. Где Брэд Питт, а где... А с чем это хуже? Мехей наш. Мехей. Мехей был, но... А как детки? Он мне скажет так же, как той, своей невесте. Надо подождать. Ребят, я знаю, что вам нужно для сюрприза обоим переодеться. Да. Вы можете уже пойти переодеваться. Вот это не появилось. Слабоватый оказался. Да, да, он слабее. Правильно, правильно ты говоришь, слабее оказался. Она его уже сховала. С недавних времен я начал заниматься восточным единоборством КУДО, поэтому я знаю, что ты занимаешься кикбоксингом, но там больше ударная техника руками, ногами. Я хотел тебе показать пару приемов из борьбы. И такой подарок на каждый день рождения. И цветы, и ничего. Вот такой подарок. Поставил ее. Значит, изначально ты будешь бить, например, левый прямой, правый боковой, да? Би, ну, левый прямой. Куда вас бить? В голову! Быстро в ближайшку. Так что ж вы растеряете? Ну, давайте. Вот, мы уходим, правый боковой идет, мы под него ныряем, потом бросок, сверху добиваем. Даже девочка, как мне можно добивать? Либо, опять же, бьем. Ага. Ага. Ай, здесь больно. Бьем сюда. Подождите, вот если вдруг я вас, вы меня, а нельзя вот так вот взять и вот так? Можно. Но ролевые игры, прежде всего. Вот я бы на этой прекрасной бы, вот этой мя и рассталась. Спасибо большое, Миша. Молодец. Прекрасный сюрприз, прекрасный. Сейчас мы вам косточки заперемерим. Марьяна, проходите на место на свое. Она бодренькая такая, да? Да, я смотрю. Развеселая. Я смотрю, у тебя появился конкурент. Данка, вот такой мужчина будет рядом с вашей подругой. Я думаю, что они не очень друг другу подходят, разве что только вот, как бы, если они будут подраться. Потому что она раза три ему предложила, давай лучше поцелуемся, а он все какие-то. Надо было тебе не с ней бороться, а с Данкой. Чтобы он понял, да, кто сильнее. Вам понравился жених? Ну, это мой стиль таких. Это правда. Это правда ваш тип мужчины? Это мой стиль, да, правда. Кошмар. Почему? Ну, тяни тебе за него выходи. А что в нем такого жуткого и кошмара? А чего? Потому что алкоголик, неработающий, нищий, что кошмарное? Конечно, может сказать, неудачник, по сути. Ни цветочка нам тут ничего не подошли. Мы какие-то, он собирает денег, значит, нет. Да она когда тебя рожденет, она же забудет про деньги, про все. Девушке он сюрприз, извините, потрогал, пощупал за все места. Это да, 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 согласен, с сюрпризом согласен. Аж по голове ей там дал. Слушай, ну а чем он похвалиться должен быть? Физическая форма? Иногда мне поговорят. Может, лучше бы вышел бы... У вас, кстати, подвечающая физическая форма. Лорис, лучше бы вышел бы по пояс голой или в трусах. И то лучше бы посмотреть было бы хоть на что. Это тебе уже в твои 50-е, лишь бы посмотреть уже на чужое. А Марьянке-то еще и хотелось вот этой вот самой, как бы, близости. Тебе понравилось? Вот это как раз та история, когда мы видели типичного мужчину Марьяны. Того, с кем ей легко выстраивать отношения сразу, кого она считает своим. Советую из лука. Да, но именно этот тип мужчин не способен дать вам тех чувств, которых вы ждете. Потому что типаж, моторика, темперамент ваше. Но потом в отношениях он довольно холоден к женщинам, правда, не будет ни объятий, ни поцелуев. А вам же не того хочется. Вот поэтому знакомиться с такими мужчинами ей легко, но я думаю, что их всегда вокруг вас достаточно. А что дальше, да? Ну, не право. Не, не, ну шлепок позади забуфина. Новое знакомство через несколько минут. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Марьяна. Идите, встречайте второго жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ Марьяна, я очень рад вас видеть. Приятно познакомиться. Это маленький сюрприз вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. А это от меня вам. Спасибо, очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Это вам. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Это вам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это запрещенный прием. АПЛОДИСМЕНТЫ Сопрещенный. Да. С кем вы? Я пришел с своими друзьями Илья и Настя. Друзья, коллеги. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Вадим, 40 лет. Руководитель музыкального коллектива. Играет на трубе, занимается аранжировкой, изучает французский язык. Предупреждает, что у него ненормированный рабочий день. Мечтает взглянуть на Гранд Каньон. Вадим привез жену из Ростова. Она слишком быстро переняла столичные замашки и стала чересчур его подавлять. Надеется, что с Марьяной у него много общего. Что еще общего у нашего жениха с Марьяной? Я вижу пока только одну сплошную разность, гигантскую. Но как ваш внешний вид абсолютно различен просто. Вы как будто сбежали с тренировки, но даже это платье об этом говорит. А вы как будто к нам забежали пробегом в консерваторию. Точно так же и астрологически. Они абсолютно на разных концах зодиака. Водолей и лев. То есть это две противоположности. Ну, иногда они притягиваются, эти противоположности. Тебе как, Женя, что-то грустно. Ну, нет, не грустно. Хороший, коренной москвич. Он творческий. Потому что не знаю по поводу, сколько там он зарабатывает. Двое детей уже, опыт какой-то есть. Может, обуздает нашу такую. А вы специально поехали в Ростов за невестой, что в Москве? Случайно. Был там на гастролях. И там вот познакомился со своей бывшей женой. На концерте или на улице? На концерте, да. То есть она любительница высокого? Ну, можно так сказать, да. И прямо вот так закрутилось быстренько все у вас? Ну, может, не быстренько, так общались. А на смотриное, на пробное пожить, как сегодня это происходит, привозили в Москву или сразу сделали предложение? Ну, практически сразу, да. Родители не пробовали вас отговаривать? Не говорили, Вадик, дурачок, что ты делаешь? Нет. Они вам отдали свою квартиру, а сами въехали в меньшую? Ну, в общем, да, разменяли большую. А может, она подталкивала? Ну, она подталкивала, это естественно, чтобы не жили. О, за дело, что это твои родители так живут шикарно, мамы должны ютиться, да? Нет. Ну, другими словами. Просто семья должна, молодая, жить отдельно. Нет, ну здесь она вообще мне не нравится, и он ей не нравится. Такая ситуация. И вот у вас родился ребёнок, всё было прекрасно? Ну, может, не всё, обычное какое-то время притирались. Вот стычки были на какой почве? Она обычный хороший человек, просто мы, в принципе, разные. Разное воспитание, разный темперамент. Вадим, мы же никто не называем места, явки, адреса и фамилии. Если вы будете говорить, да, всё было прекрасно, всё было прекрасно. Хочешь сказать, почему тогда расстались? Не было, всё прекрасно. Разное. Потому что она быстро поняла, что в Москве можно жить гораздо ярче, чем вы ей предлагаете. Время можно проводить гораздо веселее. И вам хотелось дома с ней, с детьми, после гастроли, а ей где-то в ресторане с друзьями повеселиться. Да? Да, хорошо. Вообще ничего не говорится. За него всё говорят. А вот когда вы уже решили для себя, что вы не будете жить с этой женщиной, вдруг она беременеет вторым ребёнком и не от вас. Ну, да, но я просто не хотел бы об этом говорить. Да, ну... Это чтобы другим неповадно было. Понятно, но я считаю его своим. Хорошая тетка. Просто мы, да, когда мы развелись с ней... Тот её молодой человек не разбежался жениться и ребёнка усыновлять. Поэтому вы сказали, ну пусть будут брат и сестра под одной фамилией, да? Ну, да. Не, ну положительно. Так вот, как бы, за такого... Ну, а с такими, как ты, мотоцикли. Так а сейчас всё хорошо? Квартиру, которую маменька с папенькой вам придарили, у неё, наверное, осталась? Да, да, у неё. Ну, чёрт, кто бы сомневался. И детям помогаете обоим. Да. Молодец, молодец. Памятник при жизни надо поставить. А вот скажите, Марьяночка, а как нам так вот такой купец с довеском? Я больше скажу, вот я прямо, я очень чувствую мужчин, очень вижу. Это честный, очень добрый, очень хороший человек. Вот прямо глаза ваши, ну вот... Конечно, хорошие. Более того, у меня прямо сердце... А как у нас алименты? Лариса вот так, у меня прямо сердце, это не тот человек, на котором вот-вот... Марьяночка, дорогая моя, если бы я с ним не разговаривала, ваше ретивое бы никак не отреагировало. Вот, Вадим, не надо в адрес Ларисы никаких выпадов. Извините, я не в плане сочинено. И это здорово. Вот когда я в свое время уже надорвалась от жизни, от отношений, я мечтала о таком, как вы. Слава Богу, но у меня есть свой такой спокойный, мое счастье. Поэтому я буду сама вас отговаривать, чтобы вы на Марьяно не запали. Ну и я сама расскажу, что вы что-то. Правильно, правильно, еще не заслужила такого, как Вадим. Ларис, мне кажется, ты увидела, что Вадим несколько похож на Игоря по типу, правда, и поэтому у тебя сердце открылось. Ну, ты просто клевочек, у меня хороший вкус, в отличие от... А сейчас, мне кажется, пришло время посмотреть на сюрприз. Правда, что мы будем? Да, Марьян, мы приготовили сюрприз, сейчас мы его вам покажем. КОНЕЦ 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 Песня хорошая, ничего не скажешь. Маленькая песня. Хороший подарок. КОНЕЦ 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 Браво, это очень круто. Очень. Вадим, это так здорово, то, что вы сделали. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. За последнее время это лучший сюрприз. Проходите в свою комнату. Спасибо. Как вам жених? Мне вот этот нравится. Я считаю, что Муря должна как раз вот жениться, выйти замуж за такого. Но она энергичнее тебе. Она энергичнее гораздо, но она не будет от себя этого требовать, потому что она это понимает. Потому что уже природа зовет. Несправедливо относительно Вадима. Нам это нравится. Это то же самое, что паук, черная вдова, самочка с зайчиком. Ну, давайте пожалеем парня. В конце концов, уже намыкался, намаялся. А может он хочет своих ощущений? Нет, давайте ему женщину поспокойнее и понормальнее. Они прямо вот подобраны идеально. Сидят втроем. Одна с одной стороны. Одна с гороскопа. А вторая жизненная. Третья такая. Психология. Да, психологии. Все сидят прям. Я хоть не герой, сижу, тяжело было. Он человек, действительно, еще раз повторюсь, любящий себя. На мой взгляд, вы себя кардинально неправильно повели, когда выскочили на сцену именно с этим типом мужчин. Это здорово, когда женщина поддерживает своего мужчину, когда она готова вступить вот в это взаимодействие энергетическое даже с ним. Но вы его явно переигрывали. Лев этого не потерпит никогда. Он делал сюрприз для вас. Он даже с красной трубой вышел из всех. Он хотел быть замеченным. Это был его сюрприз, черт возьми, а вы из него сделали свой сюрприз. Конечно, люди знака водолей, для него слишком активное начало, которое его подавляет. Поэтому боюсь, что вы. Впереди у нас третий жених и выбор своей судьбы не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Марианне встретиться с третьим женихом. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что на «Воробьево-горух» увидимся там, наверное. Спасибо. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Вот этот кандидат, это, я говорю, назад в 90-е. Back to 90-е. Представляете меня. Единственное, малинового пиджака нет. А с кем вы пришли? Я пришел с друзьями своими. Это Слава, это Екатерина. Давайте на вас посмотрим. Игорь, 42 года. Начальник службы безопасности в нефтяной компании. Увлекается боевыми искусствами и катается на мотоцикле. Предупреждает, что его девушка должна ходить с ним в тренажерный зал. Мечтает получить роль в кино и оставить след в истории. Игорь в шутку предложил своей подруге переехать к нему. А она согласилась. Прожили вместе 12 лет, пока жена не пошутила над ним. Надеется, что у Марианы хорошее чувство юмора. Что скажешь? Очень любит ярких женщин. Вот этот мужчина позволит своей второй половине зажигать, быть первой, ну, может быть, лидировать, устраивать концерты в хорошем смысле слова, тянуть на себя одеяло. Поэтому однозначно рассматриваем. Роза. Не тут же нравится жених, а больше все нравится. Опять же, москвич. Две квартиры, две машины. Спортом занимается, без бурных привычек. Спортом, фотография, вон там хорошая была. Мотоциклист. Так что рассматриваем, рассматриваем. Здесь куда поставить... Молодец, молодец, своих лет. Я обалдела, когда сказали в возрасте. Игорь, аж, 42 года, что за блажь за такая в кино сняться? Ну да, как бы все, я думаю, что пить научился, трехкратный мир устал, там заработал, все, что нужно, и заработал. Молодец. Вот. Думаю, что еще такую жизнь не сделал. А какая история греет? Вот про что, если к теме войну, например? Мой мальчик. Вот этот типаж. Ну, так вы про него говорят женщины многие. Мужчина. Настоящий мужчина. А то, что он ведет себя, как бы, может вести себя. Да, грубо говоря. Как так получилось, что вы влюбились, даже не влюбились, женились на девушке, с которой все, в общем, ты могло и не случиться? Да не знаю, все как-то, знаете, как вот, ну, я же тоже, как бы, ну, авантюрист такой, знаете, что, вот если, например, там предложил, и я, например, там предложил, думал, что, ну, откажется, наверное, на 100%, все, и слава богу. А раз и не отказалась. А вот назад как-то уже стыдно идти, вот. И думаешь, ну, все тогда, вот. А где познакомился с ней? Ну, так ехал на машине и вот подвез. И ведь красотой не блистала? Нет. С ничем? Нет, ничем. Я даже так подумал. Не ничем. Слушай, ну, молодец, я люблю простодушных людей. Ну, мало того, что вы на ней женились, она еще вам двоих детей родила. Ну, да. Ну, так пошло все, что там. Ну, это не самое страшное. И с лицом была проблема. Ну, нехороша была с собой, что там говорить. Но она вам же еще и изменила при этом, красавца. Ну, бывает, а что делать-то. Жене все бывает. А изменила со своей школьной любовью, да? Да. Сейчас все с ума сошли. Ну, да, да. Что раньше не доделали, там, вот они там потом встретились. Да, 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 да. Ну, вот так получилось. А никак не наказали, там, нет? Не можете женщину ударить? Нет, женщины нет. Молодец. Кому-то досталось, конечно. Вот я про это кому-то. Вот когда вы пришли, и тепленьких их застукали? Нет, я не те, там, просто так получилось, что из подъезда выходили и встретились. И встретились. Вы ему лицо попортили? Ну, картинка пропала сразу. Игорь Ильич, а когда вот эта драчка-то была, жена на чьих руках висла? На ваших или на его? Нет, ее не было просто при этом. А так вообще, не знаю. И ей бы досталось то? Нет, ей бы не досталось то, что ему бы еще больше подъездов. Ну, хорошо. А она-то где была? Он выходил из подъезда? Дома где? Дома где началась? Может, он батареи красил в подъездах, а вы его не за что подрабатывали? Он действительно случайный человек? Да нет, ну, подработал, нормально все. Будем надеяться, что затем тебя не выберут, а то он тебя... Он тебя в гримерке там, да еще зря розы покупал. А сегодня вот какую хотите семью? Ну, какую? Нормально. Что теперь будет для вас главное? Ну, верность, наверное, самое главное. А любовь? Уже хочется полюбвижения? Конечно, любовь, верность. Это то, что цены не имеет никакое. Счастье домашнего, то есть, как бы, там, детей, конечно, еще, чужие, я еще хочу. Игорючек, а позволите вести тот образ жизни, который ведет Марьяна? Все же люди ненормальные, то есть, надо все разговаривать, что устраивать, что не устраивать. Ну, вы как сами, вы же себя знаете лучше, чем вы вас? Вот вы предполагаете, что потерпите рядом Данка, еще кого-то? Да нет, он это... Данка, я думаю, он сам отойдет, поймет сразу, что... А то, знаете, там был одноклассник, а здесь одногруппник. Ну, хорошо, а вот поедет она куда-нибудь с пацанами? Ага. А что, кстати, у нас членник охраны, может, это... Устроить-то на работу? А вы с бывшей общаетесь? Я. Зачем? Мой мальчик, не-а. А покажете сюрприз? Да. Давайте, посмотрим. Мне кажется, он тоже будет драться. Или он сейчас это... Бегу-бегу-бегу. Не, он знаешь, что сделает, он сейчас кулаком пробежит по первому ряду просто, и всех, всех вот так, знаешь, просто вытянуть кулаком. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это не... Ух ты, какой красивый! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смотри, с точку с подарком попали. Прям четко, молодец. Угадали. Марьян, угодил? Это круче всяких бриллиантов. Да, угодил, угодил. Это именно то, что вы хотели. Это не то, что... Ну, как бы... Вот мы вчера только выбирали мне шлем новый, и я себе не подобрала, вот потому что они все темные. У нас, к сожалению, для девочек сложно подобрать. И вот мне сейчас прямо вот эмоции переполняют. Ну, правда, красивый. Даже я ничего в этом не понимаю, вижу, что он очень адресно. У вас и привычки одинаковые, в принципе, да, там? Ну да, ты больше всех подходишь, я здесь однозначно. Ну, конкурентов нет. Я так не думаю. Если они сразу вот не бросятся друг на друга, а так немножко покатаются вместе на мотоциклах, в зальчик походят там, ну, как-то попритрутся и должны понять, потому что по всему, как бы, мужик видно, такой крепкий. Послушайте, ну, никто никого не тащит завтра в ЗАГС. И нехороший парень однозначно и способен любить. Ты понравился всем. И ей, и друзьям, и ведущим, и психологам, и кто-то Горостопсов, всем абсолютно. Мария, не надо уж менять кардинально и уж прям так продеваться. Нет, так она и не сможет. Просто, ну, скажем, прикусывайте язык в определенный момент. Да, лучше сначала между собой поговорите, а потом уже Вы давайте ребят. Мария, ну не круто, когда два мужчины в семье. Ну не круто. Я очень согласна. Поэтому распределите роли. Да. Как тебе? С ним не нужно будет прикусывать язык. И он мне, безусловно, понравился. Я могу сказать, что тут дело даже не в самом подарке, а в том, как все это было представлено. И мало кто заметил, что вот это все мужчины знака Девы. Он не только вам шлем подарил, но он еще бумажку убрал за собой в коробку. Это те люди, которые подмечают детали. Вот это все умение владеть пространством на уровне деталей даже таких. Это правда очень ценно, очень зрело и очень серьезно. И, к сожалению, если вы сделаете этот выбор, это очень ответственный выбор. Я боюсь, что вы к такому не готовы. Видишь, она задумалась. Видишь, она задумалась. Хорошая. Марина и Данка, кого рядом видите? Я советую только одного человека, который по моей как бы версии, что прямо вот в точку попал. Это третий, это Игорь. Игорь, да? Понравился тебе она? Ну, нормально. Внешний, как человек, вообще в целом. Честно, надо еще много над ней работать. Данка. Я вот тоже со своей коллегой тоже склонюсь, конечно, к последнему, потому что настолько угадать. И так это в жилу, и так это вовремя, и в нужное время, и в нужное месте. И ты понимаешь, что это не последний сюрприз в жизни, правда? И что из таких мелочей состоит наша жизнь, что надо делать. И если он еще не зная ее, уже так попадает. Ваши ощущения от мужчин, Марина? Ну, меня льстит, правда. Я прямо сидела, переживала. Мне вот, они так достойны. Мне кажется, правда, каждый достойен здесь сидеть. Вот честно. Я бы... Но выбор свой сделали? Выбрала бы все. В принципе, я не обижусь, если она меня не выберет. Да? Да. А если она тебя выберет, все-таки ты выйдешь с ней? Я выйду. Выйдешь? Выйду. Я, пожалуй, соглашусь с вашими друзьями. Я с Игорем вас вижу. Ну, а я как с вас скажу так. Такими деньгами или с таким приданым, как у вас, вы можете себе позволить все большую роскошь. Не каждая, кстати, невеста себе может это позволить. Выбрать мужчину по сердцу. По любви. Мне кажется, всем было очевидно, кто такой мужчина сегодня. Я тоже не против. Игорь так Игорь. Ну, а как ты думаешь, она к нам зайдет? Не, я думаю, что нет. Почему? Ну, не знаю. Я так думаю, что вряд ли. Я думаю, что зайдет. Если выбирать мужчину, который был бы для вас естественным выбором, это, конечно, Михаил. Но ему и вам нужно пробовать еще только семейную жизнь, действительно совместную жизнь. И он хочет уже остепениться. Вы как-то думаете, что хотите остепениться. Это мог бы быть, наверное, неплохой союз, если бы все прикладывали усилия, но слишком много неожиданностей, я боюсь. Достаточно бодрое, веселое, энергичное и прям... И борется хорошо, наверное, да? Ну, борется не очень хорошо, но подучишь, подучу, подучу ее. Игорь похож на вот то платье, которое женщина покупает себе на размер меньше в надежде похудеть, в надежде улучшиться. Похоже, что это мужчина в каком-то смысле слова на вырост. Но иногда детям покупают, как известно, одежду на вырост, и это оправдано, потому что уже очень быстро они этот размер меняют. А вот женщинам-взрослым обычно не удается так себя приводить в норму, чтобы влезать в то платье, которое на размер меньше. Но я в любом случае думаю, что стоило бы попробовать с Игорем. Ну все, так у тебя и будет сейчас. Заходи к нашу комнату, прям сразу все и начнется отсюда. Я думаю, вы решили для себя к кому пойти, поэтому вперед мы вас поддержим в любом случае. Выражайте симпатии нашим будущим героям, отправляйте смс-с их номером по телефону 4-4. Оксана, 23 года, номер 1878. Хозяйка студии современного клубного танца и воспитательница в Яслях. Ищет мужчину, который с уважением относится к своей маме. Максим, 30 лет, номер 1879. Владелец элитного салона цветов. Ищет интеллигентную голубоглазую девушку с добрым сердцем. Мы не знаем, выйдет Марьяна одна или не одна с избранником. Я приглашаю всех выходить и давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Я выбираю вас. Вы очень хороший человек. У нас есть пара, Марьяна и Игорь. Вы нашли свою вторую половинку. А мы с удовольствием дарим вам сладости от конфет Минвадрики Славянца. Славянца, вкус радости и семейного счастья. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4. Я Лариса Гузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. У нас сегодня не жених, а принц просто-напросто. Принц просто какой утонченный. Даже я, прожив 84 года, не могу сказать, что я кого-то уж так сильно в своей жизни любила. Меня он тоже говорить хоть умеет, кроме... Максим, да пойдем, милая, я тебя сопровождаюсь, а то мы никогда отсюда не уйдем, мой хороший. Двигай, двигай своим телом. Пусть горят все-то цепелы. Смотри, раз так стриптизер двигается, да я еще лучше могу двигаться. Свои 50. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Спасибо.